Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antelife.com.ua Меня зовут Александр. У меня на обзоре сегодня долгожданный смартфон. Модель называется Elephone P7000. Это флагманская модель данного производителя. Является он, в принципе, конкурентом для всех топовых моделей Meizu M1, Nodji, US3, в какой-то степени Lenovo K3 Note. Ну и в таком духе. Эта модель имеет 5,5-дюймовый дисплей. Очень интересный дизайн, как по материалам изготовления, так и в плане вот этих вот рамок корпуса. Ну и, в принципе, 3 гигабайта оперативной памяти на борту тоже играет свою роль. Поставляется модель вот в такой вот коробке. Здесь сразу же ясно, что модель имеет счетчик, сенсор отпечатков пальцев. Здесь видно, что модель имеет 3 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенных, 64-битный процессор, 4G LTE поддержка. По комплектации. Очень много в интернете информации о том, что поставляется чехол. Ну вот, вот в такой вот коробке пришел он. Здесь есть пленка, здесь есть имей, и здесь есть коробочка под USB и зарядку. Никаких стекол, никаких чехлов, книжек здесь нет. Вот такая комплектация к нам приехала. Вот в такой вот комплекте мы и продаем этот смартфон. Перейдем непосредственно к нашей модели. Модель интересная на первый взгляд. Очень прикольный дизайн. В Elephone модно использовать вот такую вот технологию выполнения дисплея. Мы видим, что по краям у нас рамки практически нет. Но если мы экран включим, то, конечно же, мы видим эту рамку, которая портит все впечатление от смартфона в целом. Эта технология применяется, я уже снимал обзор на Elephone P6000, P8000 уже получили на днях в белом цвете. Там тоже такая рамка. Ну вот, не знаю, ну почему-то производителю хочется так немножко обманывать своих клиентов. Ну из-за этого очень многие, много отзывов в интернете о том, что поганят этим делом свои смартфоны, производители. Ну, в общем, как есть, так есть. На лицевой панели мы видим 5,5,5 дюймовый дисплей, разрешение Full HD, Gorilla Glass 3, фронтальная камера на 5 Мп, разговорный динамик, датчик приближения и освещения. Очень тоненькие рамки на корпусе, внутри рамочки, как вы видели, поболее. Три сенсорных кнопки у смартфона. Одна сенсорная кнопка, самая основная, она выполняет роль основной кнопки Home, а также индикатора пропущенных звонков. Этот LED-индикатор, он может менять свою цветовую расцветку, то есть он может быть зеленым, желтым, красным, синим и так далее. Еще две сенсорные кнопки, они не видны, они не подсвечиваются, но они есть. Это меню, а это кнопочка назад. С этой грани у нас качелька громкости вверх-вниз. Сверху у нас разъем под наушники и microUSB разъем для подключения к компьютеру. Здесь кнопка включения-выключения, снизу у нас разговорный, точнее внешний динамик и внешний динамик у нас справа, а это просто муляж. Ну и здесь еще есть микрофон. Сам смартфон сзади имеет вот такую рифленую крышку, это пластик. Вот эта каемочка, это металлическая каемочка. Крышка очень прикольная, она не скользит в руке, на ней не остается отпечатков пальцев. На экране, кстати, отпечатки пальцев остаются, несмотря даже на то олеофобное покрытие, которое заявлено производителем. Здесь есть логотип Elephone, есть вот этот вот сенсор отпечатков пальцев, есть 13-мегапиксельная камера от Sony и вспышка. В целом, по сборке, по корпусу, я могу сказать, что смартфон довольно-таки монолитный, практически ничего не люфтит, не трещит. Но если, брат, смартфон наперегиб, то есть какой-то непонятный звук, не понимаю, от чего он происходит. То ли от крышки, то ли... Хотя вот я сейчас защелкнул вот эту защелочку, которая здесь вот возле этого сенсора, и этот звук пропал. То есть по сборке, оказывается, нареканий нет. Давайте посмотрим под крышкой. Здесь у нас основное достоинство этого смартфона, я считаю, потому что, ну, конкуренты есть с такими же техническими характеристиками, с камерами, с объемами оперативок, экранами и так далее. Но с таким аккумулятором конкурентов нет. Это 3450 мА. Это очень классный аккумулятор, и этот смартфон реально можно считать долгожителем, так как он реально круто держит зарядку. Смартфон работает с двумя сим-картами. Мини-сим, микро-сим большая стандартная и карта памяти microSD. Своей памяти у него 16 гигабайт. Работает эта модель с поддержкой 2G, 3G и 4G тоже, в принципе, работает, все поддерживается. Поэтому по корпусу, в принципе, нареканий никаких нет. Только нужно защелкивать вот эту вот защелку, которая здесь идет еще. А так, в целом, модель очень достойно выглядит. Ну, для некоторых, конечно, будет разочарованием вот эти вот рамки, которые на самом деле не такие тонкие, как этого хотелось бы. Когда включаешь смартфон, первое, на что обращаешь внимание, даже сейчас вам, наверное, несколько видно этот момент, что экран у нас, ну, скажем так, ну, не супер он яркий. Что-то примерное, как вот в Asus Zenfone 2, например, в JUS 3, с той моделью, с которой именно Elephone P7000 сравнивается наиболее, в JUS 3 экранчик будет ярче. Давайте зайдем в Antutu, сразу разберемся, что тут с техническими характеристиками на борту у этого смартфона. Здесь Full HD экран. Набирает эта модель в Antutu порядка 40 тысяч баллов. Давайте посмотрим в истории. Мои результаты 40 тысяч, 42 тысячи. Построен он на базе с 64-битного процессора MTK6752. 3 гига оперативной памяти. 16 встроенной. Карточка памяти может ставиться, но, как и все смартфоны аналогичного железа, эти модели, они не работают с картой памяти, как со своей памятью. То есть здесь юзается своя память как основная в любых условиях, даже когда карта памяти у вас установлена. Итак, прогрузились у меня технические характеристики в Antutu. Такое иногда бывает. Значит, все то, о чем я говорил. Elephone P7000. Можете проклацать. Я пролистаю. Вы посмотрите. 8 ядер, 5.0. Android, Full HD, 13 камера, 3 гига оперативки, 16 встроенных. Мультитайд здесь пятиточечный. Графический ускоритель Mali T760. 5, 13 камера. Wi-Fi, Bluetooth, компас. ОТГ данная модель поддерживает. NFC в данном смартфоне нет. И, в принципе, все. Касательно прошивки в этом смартфоне, она уже лучше идет однозначно, чем у iOS 3. В принципе, одно из тех отличий в этом смартфоне, помимо дизайна, помимо аккумулятора, это прошивка, которая изначально уже идет 5.0 с завода. Плюс ко всему, прошивки здесь обновляются. Вот я здесь уже даже обновился. Что там оно добавляет, я, если честно, не знаю. Но, в принципе, я не сторонник обновления прошивок. Если у вас на стоковой прошивке, на прошивке с завода, все работает отлично, у вас нет никаких нареканий, то лучше я вам не советую обновляться. В принципе, русский язык в прошивке есть полноценный. В некоторых местах, например, в настройках с этого сканера, есть некоторые моменты, точнее, здесь все на английском. Про работу сканера я, как всегда, ну, мне не особо нравится эта задумка в смартфонах. В элефонах их вообще пичкают практически в каждый современный смартфон. Мне эта функция не нравится. Это реализовано всегда, не так удобно, как на том же 5S iPhone. Поэтому, ну, совсем я не хочу даже об этом рассказывать. Вроде бы сканирует палец этот смартфон, но тоже не так все просто и не так все гладко, как этого хотелось бы. А так, в принципе, все настройки есть. Есть регулировки яркости, ну и так далее. Стандартный 5.0 Android, честный, который действительно 5.0. Экран здесь Full HD, здесь Gorilla Glass 3. Углы обзора у экрана, в принципе, хорошие. ОГС технология видна, то есть между тачскрином и дисплеем здесь нет воздушной прослойки, и это хорошо. Но экран хотелось бы, конечно, поярче сделать, потому что, ну, яркость такая, довольно-таки средненькая, и можно было бы поболее, как в Meizu M1 Note, либо как в Gea US 3 и так далее. Звучание смартфона. Я себе записывал свои тесты. Внешний звук смартфона не слишком громкий. Ну вот я вам включу, например, Маша и Медведь. Обычно в этих мультиках звук очень такой громкий, насыщенный. Ну, что-то вот как-то не очень. Максимальную громкость ставлю вам YouTube, интернет, муляж, не муляж. Вот такой вот звук, ну, совсем не громкий. Звук в наушниках, помню, какой паршивый звук в Gea US 3. Мне, в принципе, звук в наушниках в этом смартфоне понравился больше. Он лучше, чем в Gea US 3. Но до классного идеального звучания здесь далеко. Как бы вот почему-то такая прошивка, видимо, либо это связано на уровне железа. Не знаю. Разговорный динамик, микрофон, все отлично. Датчик приближения работает корректно. Никаких нареканий тоже в этом плане нет. Проверить датчик приближения можно очень просто, набрав вот такой вот номер и закрыв этот датчик. В принципе, все работает, все хорошо в этом плане. Производительность. Здесь 3 гига оперативки. Здесь 8 ядер MTK6752, T760 Mali графический ускоритель. По железу, в принципе, эта модель должна тянуть все современные игрушки. Давайте продемонстрирую некоторые из них вам. Итак, давайте продемонстрируем. Динамик. Дорematesar Düallo. В принципе, с играми проблем нет По производительности Все здесь хорошо Единственное, что вот это расположение динамика Иногда, когда мы держим Этот смартфон То мы невольно закрываем Вот так вот держим его И звучание у нас пропадает Приходится держать строго вот так Чтобы этот динамик был открыт Но это уже такой нюанс Как бы это уже все мелочи Переходим к интересным моментам К работе GPS Быстренько вам расскажу Покажу пару скриншотов О том, что с GPS все хорошо Спутники ловят Глонас навигация поддерживается Вышел я на балкон Словил, все нормально, все работает Довольно таки быстро это все В условиях квартиры На горячий старт с EPO-картами Прогруженными через интернет Поэтому нареканий В принципе на GPS быть не должно Теперь то, что я вынес для себя С тестов Аккумулятор Аккумулятор на 2,450 мА Аналогов с таким процессором Пока что нет Вышел Elephone P8000 Но там слабенький процессор И там 4000 аккумулятор Так вот Эта модель является лучшей В плане автономности Среди смартфонов с этим процессором Все Meizu M1 Note Который показывал 6000 В Antutu тестере Он проигрывает по всем параметрам В плане аккумулятора Вот вы видите 8107 Это очень классный результат Это результат реально Такого автономного Хорошо держащего аккумулятор Смартфона В режиме В воспроизведении YouTube У меня получилось Что-то около 5 часов В режиме воспроизведения игры У меня тоже получилось Что-то около 5 часов Напоминаю Существует такой смартфон THL5000 5000 У которого старенький 32-битный процессор MTK6592 Уже забывается Количество этих процессоров Их выпускается Огромное множество Так вот THL5000 Со своим 5000 аккумулятором Проигрывает этому смартфону Который гораздо более Производительный Гораздо более мощный В плане автономности Вот Вам Информация Для размышления Для тех Кто хочет Еще покупать Старенький THL5000 И цена Не особо ниже То есть Задумайтесь Поэтому Это реально Модель очень автономная И Диаграмма Разряда Батарейки Хорошая Без Падений Ну вот В конце Видно Что когда Аккумулятор Доходит Там Процентов До 10 То может Разрядиться Уже Довольно Таки Быстро Поэтому На данный Момент Elephone P7000 Такой Долгожданный Elephone P7000 Является Реально Автономным Смартфоном Который Выигрывает По этому Показателю У многих Камера Здесь Имеет Множество Настроек 12 Мегапиксельная Камера Основная Видео Записывается В формате Full HD Фронтальная Камера На 5 Мегапикселей Я сделал Несколько Фотографий Записал Видео Это все Вам Продемонстрирую Покажу Могу Сказать Лишь То Что Камера У этого Смартфона В принципе Сравн Приравнивается К камере Того же JUS3 Как По мне То Качество Плюс Минус Идентично То Что Там Пишут Я выскажу Своё мнение О Форуме 4PDA Может быть Это кому-то Не понравится Пишут Что есть Какие-то Розовые Пятна Что есть Какие-то Нюансы Там С цветопередачей Ребята Вы покупаете Elephone P7000 Который Стоит В Китае 196 Или Там 200 Долларов И хотите От Китайца От чистого Китайца Ещё и От фирмы Elephone Которая Ну Никогда Не отличалась Супер Качеством Каких-то Идеальных Снимков Как у Самсунгов По 10 По 20 Тысяч Гривен Да Ну Не будет Этого Поэтому Не нужно На этом Делать Какой-то Акцент Камера Должна Фотографировать Должна Быть Рабочая Матрица Должен Быть Рабочий Автофокус На Ближ Лежащие Объекты И на Дальние Объекты Все Остальные Вот эти Вот моменты С Пятнами С Каким-то Еще Непонятными Претензиями Оно Все Не Обоснованно Это Китайские Недорогие Бюджетные Устройства Многофункциональные С новым Программным Обеспечением 5.0 Андроид С шикарными Экранами Относительно С классными Дизайнами Поэтому С классными Батарейками Таких батареек Нет нигде Поэтому Пожалуйста Ну Если вы уже И пишите Если вы сторонники Вот таких Вот Размышлений Не буду Никого Обижать Глупо Я не глупо Пожалуйста Не обращайте На это Такое Прямо Категорическое Внимание Если вы Получаете Такие смартфоны С такими Нюансами Я вам Покажу Фотографии По фотографиям Посмотрите Что там Где Какие Пятна И Сами Сделаете Выводы В общем В принципе Все Основные Моменты Про Элифон П7000 Я рассказал Подвожу Итог Данная Модель У нас Появилась Намного Позже Чем Жи С С Этой Моделью Были Проблемы По отправке Из Китая Их Очень Долго Не было В наличии В Китае Модель Почему-то Очень Сильно Нашумела Цена Дороже Чем Жи С3 Хотя Еще На тот Момент Когда И тот И тот Смартфон Примерно Стартовали То Цены Были Примерно Одинаковые Сейчас Уже Жи С3 Подешевел А Эта Модель Вот В районе 196 Долларов Сейчас Стоит Чем Эта Модель Выигрывает У Жи С3 Я Считаю Что Выигрывает В первую Очередь Тем Что Сразу С завода Поставляется Она С 5.0 Андроидом С тем Что Эта Модель Имеет Действительно Автономный Большой Аккумулятор На 3 450 И В принципе Каких-то Таких Особенностей То Что Здесь Наличие Сканера Пальцев Я не считаю Это У нас На 5 Миллиметров Рамки Я тоже Не считаю Достоинством Там Все Сделано Немножко По-другому Но рамки Плюс-минус Такие же В итоге Получаются В принципе Эта модель Достойна Можно Покупать Можно Спрашивать Но Как бы Конкуренция Есть И Чего-то Такого Прям Сверхъестественного Вау От Elephone P7000 У меня Такого Ощущения Нет Но Твердо Могу Сказать Что Это Лучший Смартфон По Автономности Среди Аналогичных Моделей С 3 гигами Оперативки И 8-ядерным МТК 6752 Процессором На рынке На данный Момент Elephone P8000 С другим Процессором С 6753 Это не в счет Там другой Процессор Он слабее На этом Все Спасибо За внимание Вот сейчас Есть в наличии Вот такой Вот вариант В сером Цвете Спасибо Всем Кто досмотрел До конца Всем Заходите в нашу группу Видели вы уже эти скриншоты этого Antutu тестера в группе Если кто подписан Ну и конечно же заходите к нам в интернет-магазин Antelive.com.ua Мы ждем ваших заказов Спасибо Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok